Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, наше юное поколение, наблюдая за духовным состоянием наших детей, подростков, в целом молодежи, тех, кто совсем незаметно и очень скоро придут на смену нам, я обнаружил тревожную тенденцию. Течение в молодежной среде, которое называется Child Free. И сегодня наша передача будет посвящена размышлениям об этом опасном увлечении. Но мое слово будет обращено больше к юным, к нашим подросткам, к нашей молодежи. А вы знаете, что в США впервые в истории доли белокожих составило 60% от общего населения? Потом будет 50 на 50, так как белое население не рожает детей. Культура других рас не предполагает тени мысли об отказе от детей и тем более их убийство в утробе. Потому что чернокожие, арабы, азиаты не самоубийцы. Они живут не для себя, они живут в эгрегоре своего народа и очень любят, что выражается в том, что они почитают родителей, жены любят мужей, а мужья жен. Они не состоят в пошлых и безответственных отношениях, поэтому и хотят детей. Они видят в детях продолжение рода, укрепление и могущество народа, силу экономики и мощи страны. Мощную экономику можно построить только с большим народонаселением. Кому вы будете растить огромные поля злаков, если есть хлеб будет некому? Кому вы будете шить одежду, если ее носить некому? А кто пойдет в армию? Кто станет воином? Есть одно большое заблуждение у современных белых людей. Многие из них думают, что сначала благосостояние, а потом дети. Но на самом деле духовный закон действует иначе. Господь дает на того, о ком ты заботишься. Если заботишься только о себе, будешь получать только на себя. А если больше, деньги будут течь, как вода, и жизнь вслед за ними сливаться в никуда. Если заботишься о семье, будешь получать на семью. Если заботишься о людях, которые работают на твоем предприятии или на фирме, у тебя будет столько, чтобы хватало выплачивать зарплату людям. Что же для Америки значит снижение доли белокожих? А то, что это дает возможность создать движение БЛМ, вывести его на улицы и заставить белых полицейских целовать обувь у афроамериканцев. И заметьте, не для того, чтобы стать равными, а для того, чтобы стать над белыми. Это движение нужно, чтобы разделять и влавствовать. Зачем в мире хаос, спросите вы? Для того, чтобы иметь контроль над всеми деньгами мира. Никогда не было честного рынка. Он только в учебниках. «Поэтому из поколения в поколение народы рожали детей и воспитывали мужчин воинов, и воспитывали женщин матерей и хранительниц семейного очага, чтобы защищать свой мир». Что же мы привязались к США? Давайте глянем на арийцы в Европе. И там ничего оригинального. Они меняют пол, меняют идентичность, меняют место жительства, место работы, место учебы. Европа продают и придают душу наслаждением. Европа меняет религиозность. Она уже не Христова. Она уже земля не Бога белых христиан, а земля других богов, в том числе и Аллах. Почему? Потому что белые европеецы не ходят в храм. Белые европеецы не ходят в храм и не рожают детей. У них в голове рой вредоносных идей. Чайдфри, ЛКПД, фаминизм и другие извращенства. У них есть лишь две опции. Я хочу, я не хочу. Поэтому они не хранят в сердце имена друзей, товарищей, родных, близких, возлюбленных, любимых. Им не важно, где их похоронят и кто придет на могилу. Они якобы индивидуальности. Они права имеют. Они сами освободили себя от нравственности, от тела, от семьи, общества и государства. Они свободны от человеческой природы. Они убивают своих детей. И так они растворяются в пустоте. Так как другие народы, это воины, это отцы, это матери, они люди разумные. Так вот, движение Чайдфри имеет один корень с расовой ненавистью. Это тоже фашизм. Бездетный почему-то позволяет себе ненавидеть матерей и детей. Позволяет себе кидать окурки в коляске. Они могут толкнуть малыша и обозвать молодую мать яйцеклеткой. И скажите, разве это поведение согласуется хотя бы с законами природы? Отнюдь нет. Ведь вы не наблюдали движение Чайдфри среди львов. Арабы и африканцы, которые сейчас активно заселяют земли Европы, не живут для себя, а для своего народа и для Аллаха. Они обживают богатые земли. А как легко забрать чужую землю без войны, знаете? Родив на этой земле десять детей. Ведь каждому нужно построить дом, выделить участок земли, дать работу. И вот десять арабов и один белый претендуют на одну землю. Кто скорее освоит эту землю? Кто ею владеть будет? Я хочу, чтобы мы с вами все хорошенько запомнили. Тот, кто носит разноцветные флаги и радует за Чайдфри, со временем будет служить тому, кто создает семьи и рожает детей. И чтобы вы не были легкомыслены, напомню, доля белого населения среди всех людей планеты всего одна треть. И христианство среди этих людей в мире треть. И вот, рассуждая, я хочу задать вопрос всем нам. А здоровы ли мы белорусы? Не заразились ли горячкой Чайдфри и других движений? Подумайте сами. Наше население в прошлом году потеряло девяносто четыре тысячи человек. Такими темпами через два года нас будет девять миллионов. А когда вы повзрослеете? Восемь. А там, глядишь, реликтовым народом станем. Или, чтобы выжить, пригласим на свою землю тех, кто послушен иной вере. Скажите, вы готовы добровольно подарить свою страну другим народам? Вы готовы целовать ботинок? Да, можно не иметь детей. Но на это имет право только тот, кто служит другим, не жалея себя. Монахи Богу, военные родине, ученые науки, великие музыканты, музыки. Человек не становится хуже или лучше от того, имеет ли или не имеет он детей. Он становится хуже, когда начинает служить только себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok